Всем привет, дорогие друзья! Проект «Хочу свой дом» и очередная серия про застройщика. Сегодня поговорим об этом более подробно. Давайте начинать. Поехали! Из череды предыдущих видео из этого плейлиста мы определились и подошли к моменту, это выбор застройщика. Мы определились технологией, как в нашем случае это сип-панельное строение, сип-панельный дом. Собственно, надо выбрать застройщика. Мы для себя определили три краеугольных камня, на которые стоит обратить внимание. И все, что я скажу далее, вам поможет в будущем, если вы захотите построить себе дом по той же самой технологии. Итак, забегая вперед и отвечая на ваши вопросы и на вопросы, которые поступают в инстаграме, на стримах и еще кто-то, еще где-то, кто же строит нам дом? Отвечая на этот вопрос один раз и навсегда, во всех видео в проекте «Хочу свой дом» есть ссылочка. Первая ссылка в описании. Звоните, пишите, проходите, спрашивайте, считайте и, как говорится, на этом мы эту тематику закроем. Все ссылки полезные в описании. Итак, застройщик, кто он? Давайте начнем разговор на эту тему с одной простой русской пословицы. «Скупой платит дважды». Вот здесь, в принципе, сказано все. Бывают и существуют люди, и не я, не исключение, что мы все хотим сэкономить на том или ином этапе, там или там. Но строительство – это такой момент, когда, если вы пойдете путем экономии с самого начала и, как говорится, раздербаните все виды работ, там наняли, тут наняли, там наняли, на Авито, на Яндекс-услугах, еще на каких-то площадках. В итоге там кто-то сделал это, кто-то сделал это. По итогу это называется «Скупой платит дважды». Может быть, на короткой дистанции вы действительно превратите это в экономию, но на длинной у вас просто не есть кого будет спросить. У вас не будет гарантии, и к кому вы побежите? У кого вы будете спрашивать за качество произведенных работ? Потому что многие моменты, опять же, скрытой работы вы просто не увидите. Мы пришли к выводу, что надо выбрать компанию, и мы выбрали компанию, которая построит нам дом от и до, хотя бы весь момент общестроя – фундамент, коробка, крыша. С этим прояснили. Так все-таки, как же найти эту компанию? Ну, надо ответить на три краеугольных вопроса. Первый вопрос – есть ли у компании опыт? Наличие опыта – это очень существенный плюс в пользу выбора той или иной компании. Та компания, которая строит нам, опыт работы более восьми лет. Вообще, хорошо, что мы строимся в Крыму и строят, по сути, компания не крымская, а, по сути, люди, приехавшие из Сибири и организовавшие, продолжившие свой бизнес непосредственно в Крыму. Почему? Ну, потому что регионов у нас очень много в Российской Федерации, и крымский менталитет – это крымский менталитет, это отдельная серия для отдельных видео. Сейчас мы говорим о застройщике. То есть мы пояснили, что восьмилетний опыт строительства СИП-панельной технологии – это достаточно весомый аргумент в пользу выбора той компании, которую мы выбрали. Первый момент. Второй момент. Наличие объектов, которые они уже построили. То есть компания строительная без портфолио – это, по сути, ну, не компания, это просто какой-то частный мастер, который вот только захотел, вот я, типа, умею строить дом и, типа, предлагаю свою услугу. Нет, друзья, у хорошей, качественной, добросовестной компании должно быть наработано определенное количество построенных объектов. То есть, если вы общаетесь с компанией, у которой эти объекты есть, соответственно, это еще очередной весомый плюс в пользу выбора этой компании. Далее. Третий, заключительный этап – это все-таки отзывы клиентов. Вы приехали, вам показали построенный дом. Если в этом доме проживают люди, поговорите с людьми, и они ответят на все ваши вопросы. И вы сделаете выводы, стоит обращаться к этому застройщику или нет. На самом деле все просто да нельзя, но это те необходимые меры, те необходимые шаги, на которые стоит обратить внимание до того, как вы начали строиться. Выбор застройщика – это очень-очень тяжело, потому что мы прошли несколько месяцев. Выбор из нескольких компаний, к которым мы обращались, которые нам просчитывали. И дело даже не в деньгах, дело даже не в осмечивании всего этого строения. Дело в отношении. Если к вам относятся нормально и вы это чувствуете, то, скорее всего, с этим застройщиком вы найдете общий язык. Опять же, если это касается СИП-панельных технологий, вы должны понимать, что компания, имеющая свое производство, в итоге сделает вам это дешевле, чем, допустим, компания, которая просто строит, которая покупает домокомплекты у той компании, которая строит. Опять же, на этот момент стоит обратить внимание, чтобы у застройщика было свое производство, чтобы вы попросили экскурсию на это производство. Мы живем в 21 веке, все можно посмотреть, можно съездить, пощупать. На все поставленные вопросы должны быть даны четкие ответы. Если вы приехали на производство, если вы приехали на построенные объекты, если вам дали портфолио, сказали, у нас опыт в этом, в этом и в этом, поговорите с людьми, или вы сами приняли решение, что надо поговорить с людьми по итогу, в заключении, вы просто делаете для себя выбор. Пишите прямо на бумажке «за» и «против». Конечно же, плюсов будет «за», соответственно, выбираете эту компанию. В общем и целом, наверное, вот такое вот получилось короткое информативное видео про один из самых главных вариантов постройки дома. Это выбор застройщика. Обратите на него очень пристальное внимание. Спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео было вам полезным. Обязательно ставьте лайк, если да. Если нет, два дизлайка. Если досмотрел до этого момента, пиши «Дональд Дак». Ну и совсем скоро увидимся. Кстати, забыл добавить. Все видео в проекте «Хочу свой дом» с самого начала, от выбора участка до видеонаблюдения и подведения под крышу. В каждый день на этой стройплощадке происходят прямые включения. То есть это стрим, который в прямом эфире, в реальности, вы можете посмотреть, как строят нам дом. Посмотрите, все в записи сохраняется. И, если что, ссылка в описании. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok